Здравствуйте! Продолжаем наши встречи в Школе Здоровья. Сегодня в программе вы увидите. Автоинспекторы подарили новорожденным автокресло. Подробнее об акции смотрите в рубрике «Первые шаги». Самарские врачи сразились на футбольном поле. Об итогах захватывающей игры расскажем в рубрике «Рецепт здоровья». Хирург «Золотые руки». Рассказ о Тольяттинском докторе Владимире Качанове продолжит рубрика «Медсовет». По статистике, каждый год на дорогах Самарской области получают травмы сотни детей. Опрос водителей показал, что не все из них считают, что детское автокресло может уберечь у маленького пассажира от опасности и спасти ему жизнь. Скорее всего, что это зависит от водителя, от его умения ездить. Мне кажется, что так, что кресло не спасет. Тут все зависит от того, как будет ехать сам водитель. Однако статистика дает таким скептикам твердый ответ. Специально автокресло спасают детские жизни. И наука, и практика, и испытаниями это доказано, что именно детские удерживающие стройцы спасают как раз детей в случаях совершения аварии. 155 ДТП мы сегодня имеем с участием детей. В этих ДТП два человека погибло. И, соответственно, 100,96 получили ранения. При этом, опять же, из наших анализов следует, что практически в половине ДТП у нас дети как раз пассажиры. И вот мы, кстати, в Самарской области как раз отмечаем рост ДТП с участием детей пассажиров. То есть таких ДТП у нас зарегистрировано вот в текущем году, то есть за пять месяцев 85. Именно в этих ДТП у нас два ребенка как раз погибло и 96 получили ранения. При этом, к сожалению, вот наш анализ показывает, что в некоторых случаях дети как раз не использовали детские удерживающие устройства. С наступлением летних каникул автоинспекторы напоминают, что заботятся о безопасности своего ребенка во время передвижения на автомобиле долг каждого родителя. Об этом говорят и многочисленные акции. В преддверии недели безопасности, которая стартовала в Самаре 15 июня, госавтоинспекция провела профилактическое мероприятие «В добрый путь малыш». Она прошла в роддоме областной больницы имени Середавина. В торжественной обстановке с пожеланиями здоровья, благополучия и безопасных дорог мамы при выписке из больницы получили в подарок детские автокресла. От лица нашей Русской Православной Церкви, от лица нашего храма, который находится на территории областной больницы имени Владимира Диамиловича Середавина, мы сердечно поздравляем вас с рождением младенца. Раз день сегодня у нас привлечен как раз ко дню безопасности движения, то и хотелось бы, чтобы этот младенец прежде всего был примером для других. Будем надеяться, что так как он является мужчиной, то наверняка он будет водить автомобиль и надеемся, что он будет водить его ответственность. Первое автокресло вручили семье Андреевых. У них родился сын. Неожиданно, конечно. Спасибо большое. У нас бабушка с дедушкой далеко в деревне живут отсюда, они в Чувашской республике. И мы периодически к ним ездим, как бы часто. И всегда у нас безопасность детей на первом очереди. Дети становятся пассажирами буквально с первых дней жизни. Поэтому путешествуя в автокресле малыш будет находиться в максимальной безопасности. Отдавая в руки родителей младенцев, мы, конечно, тоже не можем не сказать им того, что как они должны беречь этих детей, как они должны заботиться о них. И очень тяжело видеть детей в нашем травмцентре, который в нашей детской больнице после дорожных транспортных происшествий. Поверьте, это очень тяжело видеть это. Поэтому мы все должны, все члены нашего общества, особенно родители, должны заботиться о детях. Это, конечно, автомобильное кресло. Это, конечно, выполнение всех правил уличного движения. Это не нарушать скорость и так далее, кто автомобилисты все это поймут. И всем вместе, всем миром, если мы будем так делать, количество ДТП, особенно среди детей, должно, конечно же, уменьшиться. Мы выбираем автомобилистов, родителей. И мы рассчитываем, исходим из того, что, во-первых, родители уже знают правила дорожного движения и понимают важность и необходимость использования детских удерживающих устройств. Нам важно, чтобы именно как можно больше родителей понимали необходимость использования данного устройства при перевозке детей. В дальнейшем планируется включить автокресло в обязательный перечень вещей при выписке мамы с ребенком из роддома. Так что теперь вместе с пеленками, шапочками и цветами главам семейства, забирая жену с ребенком, нужно будет запастись еще и автокреслом. Час на исходе операции подходит к завершению. Случай сложный, но ситуация под контролем. На профессиональном счету врача-хирурга Владимира Акимовича Качанова больше четырех тысяч успешных эндоскопических операций. 20 лет назад он первым из хирургов региона решил заменить пластные операции брюшной полости на эндоскопические. Хотелось двигаться вперед, это естественно. Во-вторых, в мире началось год до этого, в 1993 году, я был на конференции. Американцы проводили. И поговорили с главным врачом, почему мы не могли это делать. Мы же такие же люди, не хуже американцев. Нынешний главный врач Тольяттинской городской больницы номер один Евгений Сакеев считает Владимира Качанова своим наставником и учителем в хирургии. Ту памятную первую операцию они провели за одним хирургическим столом. Был, конечно, ужас. Это был кошмар. Потому что это как бы очень непривычно. Смотришь в экран, у тебя какие-то непонятные инструменты. В экране все перевернуто. А ты привык смотреть в рану и в ране все. Видишь, достаешь, оперируешь. А здесь первая операция у нас длилась три с половиной часа. Сегодня эта операция занимает у Качанова не больше 15 минут. И своим мастерством заслуженный врач России щедро делится опытом с младыми коллегами. За 20 лет работы хирургического отделения на их общем счету две диссертации по эндоскопии и более 20 тысяч операций. Он начинал оперировать эндоскопический опухоль толстого кишечника. Он начинал оперировать эндоскопический мочекаменной болезнь, кисты почек. То есть все, что сейчас делается, это все начиналось именно с его, с 93, 94, 95 годов именно по эндоскопии. И я считаю, что сейчас в городе у нас нет достойнее человека, хирурга, который так владеет эндоскопической техникой. Профессиональный стаж Владимира Качанова уже превысил 40 лет. Он сохраняет большой интерес к инновационным разработкам в медицине и добивается их внедрения на практике. Работа сложнее стала. Сложнее, может, интереснее, да, на порядок интереснее. Но сложнее. Сложнее, потому что хочется не отставать, не быть, как в деревне какой-нибудь. Я уж не говорю Гадюкина, но в какой-нибудь такой нехорошей деревне, где ничего нет. Так что хочется соответствовать, потому что приличность ест и завидки берут. Хочется так же работать, как и другие. Спасать людей и продолжать вносить вклад в развитие здравоохранения региона было и остается главной миссией доктора Качанова. Суббота, 9 утра. Уважаемые доктора со спортивными сумками через плечо спешат на футбольную площадку на набережной. Весело переговариваются, хотя впереди целый день упорной борьбы. Собравшись здесь очень сильно любят спорт, здоровый образ жизни, ну, в том числе футбол и волейбол. Сегодня вы увидите, я думаю, замечательные матчи, замечательных людей, врачей в первую очередь. Наша команда очень молодая и свежая. Тренируемся буквально две недели. Потому что сформировались недавно. А так в жизни приходится с детьми играть. Настрой какой? Победить? Главное не победа, а главное участие. Если вовремя дать вратарю противника наркоз, то мы выиграем. Спартакиада медицинских работников прошла в этом году уже во второй раз. Год назад Ассоциация врачей задумала небольшой турнир по мини-футболу. Но интерес к нему был таким большим, что в этом году в программу соревнований добавились и новый вид спорта, и несколько новых команд. В этом году мы уже сделаем как бы мини-спартакиаду. Тут не только будет мини-футбол, будет волейбол, смешанные команды. И вот на сегодняшний день подали заявки 18 команд мини-футбола и 12 команд по волейболу. Поэтому этот турнир посвящен Дню Победы, 70-летию Победы и предстоящему наступающему Дню Медицинского Работника. Волейбол появился в программе спартакиада еще и потому, что 80% медиков – женщины. И на прошлогоднем чисто футбольном турнире они были вынуждены оставаться лишь болельщицами. Женщины нет, пока не играют, хотя на разминках иногда они вот так вот пинают мячик и довольно удачно получается. Сами доктора говорят, что ничего удивительного в успехе спартакиады нет. Ведь для напряженно работающих медиков спорт – оптимальный способ снять напряжение. В том-то и дело, что очень напряженная работа, и в связи с этим нужна разгрузка, как эмоциональная, так и физическая. Вот для этого мы здесь собираемся. Мы очень часто встречаемся на наших полях медицинского университета. У нас два прекрасных поля. Ну а вот этот вот турнир уже второй год, который проводят, он объединяет всю нашу медицинскую отрасль. Новичков, да, много, которых мы не знаем, из районов очень много приехало. Но те команды, это больница имени Середавина, наш медицинский университет родной, онкологический центр, эфтезиатры, психдиспансер. Мы постоянно, это у нас субботние дни, мы нерабочими днями встречаемся, играем, дружим. Для врачей это не только способ провести досуг. Спорт – значимая составляющая здорового образа жизни, который каждый доктор должен пропагандировать среди своих пациентов. Ведь давно доказано, что профилактика гораздо эффективнее самого передового лечения. Профилактическая медицина, основным направлением которой является здоровый образ жизни. Поэтому волей-неволей медицинским работникам, пропагандирующим здоровый образ жизни, нужно на практике показать, как это нужно делать. Вот поэтому мы сегодня постараемся это все сделать. А вообще словами поэта, если сказать, мы пытаемся привить это, что спорт – это жизнь, это целая жизнь. А может, немножко больше. К концу дня медицинское сообщество узнало своих героев. Первое почетное место заняла команда противотуберкулезного диспансера. А на втором оказался чемпион прошлого года – областная больница имени Середавина. С пожеланиями хорошего настроения и крепкого здоровья прощаюсь с вами до следующей программы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова